истребители девушки будьте осторожны а какой смысл а как можно потрогать девушку для коленку хочешь я дам тебе потрогать облако предка девушка устоит но она не приравнивается браконьерство это же просто кровать можно сказать ложись и наслаждайся и кандели бит но друзья это вот как раз то что нужно для того самого я над конечно не снижаюсь практически здравствуйте глупо уважаемые любители ледных видов спорта я забыл добавлять на кнопку и поэтому отснял огромный кусок видео без пытаюсь повторить так красиво может не выйдет итак друзья у нас сегодня обзор планера самого опасного планера в мире о вот он посмотрите на него таурус пепистрель почему опасного ну это сочтите за шутку потому что мой коллега андрей как сказал что в плане нельзя заниматься сексом и можно поэтому вот этот таурус в с этой точки зрения является самым опасным планером почему не штамме штамме тоже скажите сайт-байт сайт штамме тоже может штамме тоже может но место меньше поэтому если брать идеальный планер с точки зрения вот этой позиции нам мы как блогеры все понимаем что чем ярче название тем больше просмотров поэтому идеальный планер для секса вот а если серьезно то у меня к этому планеру неоднозначные отношения то есть я когда-то давно полетав на нем 10 лет назад считал что ты ну не планера просто какой-то ерунда какая-то вообще зачем он нужен но немножко повзрослев я бы даже так сказать постарев набравшись опыта я понял что эта штука которая очень 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 удачно своей нише самая главная удача этого планера что он весит до 500 килограмм и чтобы летать на нем не нужно сложной лицензии у меня такая лицензия есть это лицензия ультра light что нужно для того чтобы летать пройти медицинскую комиссию аля на автомобиль и все и вы способны летать на таком плане естественно получив на него лицензию лицензию естественно получить тоже легче всякие там просмотры осмотры обслуживание этого планера вести легче его годовое обслуживание выходит совершенно такое вот в разумительное то есть он никакой пример не идет с тем же штемме или там с каким-нибудь планером как у меня таким то есть это очень это ультралайт настоящий замечательный классный ультралайт не требующие больших вложений финансовых этих же вложений в процессе полетов поэтому естественно это не бывает чудо есть какие-то недостатки недостатках мы тоже поговорим но пока я считаю что это один из классных планиров для того чтобы во первых недорого это все войти во вторых летать без особых проблем и без особого геморроя встречайте таурус пипистрель а а сегодняшний выпуск нам сделать поможет мой друг тэри ты и и битмаринка я с ясной давай путь за батом герсин гогея старт я первое что нужно сделать это приготовить планер боковая камера стоит сейчас вы увидите как все расчехляется как все быстро происходит вот сколько нужно времени чтобы в на французском аэродроме приготовить планер к полетам как вы видите друзья на аэродроме цирк прямом смысле этого слова приехал нас сместили сюда с привычных позиций вы можете посмотреть на как зачехлен мой планер сж-32 мей ведь это более такая длиннокрылая обтекаемая конструкция то есть я могу просто сравнить вам почему сюда приехал сравнить этот планер с таурусом и так в чем разница ну размах крыльев 20 метров у авруса 15 и посадка последовательная то есть передней кабине то есть вот здесь вот сидит мой ученик обычно а здесь сижу я и в этом колоссальная разница потому что как вы видите мидель сейчас я вам покажу мидель для тех кто не знает что такое мидель это вот сечение вот это вот мидель у этого фюзеляжа значительно меньше соответственно меньше сопротивления длинное крыло вырабатывает меньше индуктивного сопротивления в результате качество у этого планера и же 30 вами как вы думаете сколько 50 вот планер тоже шляхер открытого класса открытого значит очень длинное крыло 25 я с маленьким моторчиком а с 25 я и у него качество уже не буду врать на счет там районе 60 представляете да и почему важно это динамическое качество планера она нужна по той простой причине что планер набрав какую-то высоту расходует ее на перемещение пространстве летит планирует и с километра высоты шляхер мой 32 спланирует на 50 километров вот этот вот 25 спланирует на 60 километров а taurus планирует на 40 но вот вроде скажете слушать волков да ты какая разница ну 40 ну 50 ну и чё но друзья есть еще нюансы то есть то что пишут как его зовут буклетах это еще не значит то что значит жизни ну посмотрите вот такая ширина фюзеляжа посмотрите крыло и это 15 метров и то что пишет пепестрель 41 при всем урожении конторе я скажу же такого быть не может то есть ну ну какая там ну понятно что это там фюзеляж разработан дизайнерами и так далее и тому подобное динамиками но в целом не может быть здесь качество 41 я готов там не знаю на тест летать померить не может и все поэтому изначально мое негативное отношение конторе было только за счет того что я прочитал 41 я летал на интере с размахом 15 метров и у него было там 38 40 я понимал что это вот 41 на этом плане это звездёж и провокация поэтому верить рекламным проспектом я бы не стал и но наверное стоило бы просто полетать на этом плане немножко побольше чтобы вот это изначально критическое отношение типа пишут пишут халтуру значит и халтура ну можно было немножко поменять то что этот планер летит с качеством теоретически 41 это не самое главное в нем самое главное в то что он легкий то что в нем действительно применены хорошие материалы то есть вот этот вот вот это вот кабина посидите какой вообще обзор то есть фантастика этого планера просто банально в обзоре то есть вот смотришь на этот фонарь и я реально как каждый раз когда ты резлетает на этом плане ли я ему завидую потому что это же фантастический обзор просто потрясающе посидеть как этот фонарь это не фонарь это произведение искусства у меня было изначально чуть-чуть негативное отношение к этому планеру потому что развести какая кровать чем угодно можно заняться вот но почитав чуть побольше и обзоры и так далее я понял что ну не прав я был потому что сделан он конечно классно то есть материалы здесь использованы всех максимально передовые то есть фирма пипистрель применила все что угодно лишь бы этот планер был легкий то есть везде композит везде углепластик все из углепластика причем качественного углепластика хорошо отформованного там с как со всякими нюансами то есть к изготовлению планера никаких вопросов то есть это максимум что можно было сделать посмотрите сколько места какой огромный багажник здесь можно не только чем-то заниматься здесь можно еще возить кучу всего по характеристикам пройдемся значит размах крыла 15 метров и как вообще этот планер появился на свет появился очень просто в компания пипистрель сделала планер синус ну точнее не планера самолет синус но который был очень похож на планер потому что у него было длинное крыло и вот этот как раз синус прекрасно летал на легком двигателе то есть идея сделать самолет с длинным крылом хорошим композитным обтекаемые так далее поставить на него мотор который будет достаточно в этом случае экономично работать сработал идеально то есть пипистрель синус может там летать на 1200 километров жрать на сотню там совершенно какое-то маленькое исчезающее количество топлива и все все при этом счастливы и через некоторое время компания пипистрель пришла идея разместить об почему не использовать всю эту наработку для настоящего планера и они применили легкий двигатель это роток с 503 общем какая-то уменьшенная версия 485 кубиков и сделали моторную установку совершенно замечательную при этом я могу так сказать что этот планер взлетает лучше чем мой реально то есть я когда терри взлетает постоянно вижу что он я отрываясь здесь от полоса отрываясь где-то вот конец полосы начинается уже кочки вот на кочках я отрываюсь а он змей такой взлетает всегда раньше взлет пипистреля попутный ветер бежит бежит но смотрите-ка с конца асфальта оторвался взлетел красавчик с нами компания пипистрель мариванна по этому поводу бесится говорит вы чё вы чё тут устроили лапочка компания пипистрель сделала новый фюзеляж двухместный то есть у самолетов он другой и приделала к этому фюзеляжу крыло от синуса то есть крыло одно и то же то есть там может быть что-то модифицировано капельку но идея такая что те же матрицы что позволило не вкладывая больших денег сделать планер и ну и типа понятно что матрица на фюзеляж полностью своя ну согласитесь друзья этого стоило после какая компактная красивая конструкция то есть планер изящный мотор ну у меня вообще двухтактным двигателем отношения такой сложный они с одной стороны простые с другой стороны вечный геморрой вот у меня вдруг есть который владеет таким планером на летает с аэродрома винон он уже менял двигатель это три раза поэтому я бы не сказал что прям двигатель двухтактный эта вещь с другой стороны у теря несколько двигателей два или три и он их периодически ремонтирует меня это летать долго и счастливо поэтому как тебе вам сказать ну вот есть нот работает отсек сделан безупречно то есть все красивенько там опять же видите везде углепластик все красиво то есть с инженерной точки зрения ну не знаю мне здесь очень все нравится то есть как выглядит система подъема уборки двигателя вот видите такой цилиндр там вингайка классическая стойка вышла мотор вытащила здесь все достаточно красиво обтекаемо сделано вопросов нет красивый винт карбоновый то есть смотрится друзья огонь весь классическое решение с тросиком который позволяет убрать момент когда двигатель работы тянет вперед что там не сильно нагружать конструкцию сзади приемник никс эта трубочка который позволяет планеру не реагировать на перемещение вертикальная планера если это сделано за счет изменения скорости полета все замечательно давайте посмотрим на шасси а ну кстати ашай дышать еще не дошли закрылок вы театре ленточках стоит правильно все это вот уплотнители то есть это все позволяет увеличить динамическое качество значит что у нас есть у нас есть одновременно и закрылок и элерон забыл как по авиационному это называется но то есть эта штука переставляется в процессе полета то есть можешь ставить вниз можно ставить вверх то есть отрицательное положение на высокую скорость положительно на для парения это позволяет подстраивать профиль крыла под оптимальный режим полета как вы видите шасси два колеса что удобно для того чтобы ну во-первых фюзеляж широкий поэтому можно поставить два колеса на шасси красивые обтекатели то есть ну честно скажу что прям сделано все изумительно то есть очень красиво то есть вот к конструктиву у пепестреля никаких проблем нету красиво просто изящно и как вы видите шасси крепится вот собственно к такому карману фюзеляжу силовые точки туда дальше перенесены то есть какой-то силовой набор есть но с учетом того что планер весит всего лишь там 300 килограммов то есть честно говоря хлипенькие шасси если вот положа руку на сердце то есть при хорошем ударе который допустим был на аэродроме шевлина в москве такой пепестрель приложили все это сложилось внутрь повредила фюзеляж сам по себе и дальше это поехало на ремонт на этом планере конечно делать козла такого мощного не стоит амортизаторов на шасси нету то есть фактически все прямое то есть амортизация за счет пневматика то есть этот планер с точки зрения посадки достаточно нежный это нужно осознавать но в остальном вот если на нем не шалить но у него и вес небольшой поэтому если даже там легкий бум на посадке то вес планера компенсирует незначительность воздействия шасси оборудовано естественно створками когда все убирается это все закрывается получается крайне красиво обтекаемая конструкция т-образное оперение это визитная карточка синусов вирусов то есть сразу видишь т-образное оперение понимает что это скорее всего что-то с планером связано и на аэродроме викрива как-то я увидел как раз там стоял вирусы с длинным крылом и этот кай хозяин этого вируса никогда не думал что он знал что на нем как можно там парить и бы слушай полетели попарим как-то так в докторку тут а был извините октябрь месяц и мы в октябре месяце полетели стояли гряды как раз фронт проходила стояли длинные гряды из облаков таких вот ну последние потоки это было два часа дня мощная погода и мы под облаком зашли игру выключаем мотор там три метра выключая он на минимальный газ поставлю он поставил минимальный газ все равно на стриме там два метра тянет вверх глуши полетаем будет как же глуши он же остынет а как же а как же его запущу будет будем летать пока не надоест это был совершенно веселый полет двигатель все-таки хозяин плане самолета глушить не стал но его самолет вполне может это делать какие минусы для самолета вот эти планерные летучие способности собственно они друзья на посадке и для того чтобы самолет изначально синусы и вирус от компании пипестрель приземлялись нормально были сделаны воздушные тормоза что такое воздушные тормоза друзья это вот такие две пластины на каждом полукрылья который вылетает из визеляжа и ухудшают радионическое качество вот этот рычаг управления воздушными тормозами если вас синус или вирус рычаг будет тут вот сверху там высокоплан поэтому все по-другому и именно вот эти тормоза позволяют ухудшить ради миническое качество то есть вы приземляетесь даже на самолете с работающим двигателем у вас один из элементов управления воздушные тормоза которые делают глиссаду более крутой то есть вы как будто то есть если вы на синусе вирусе уберете двигатель на холостые у вас все равно останется очень высокое динамическое качество вы можете там не выдержать эту глиссаду 6 градусов которое положено вы просто можете рискуете перелететь аэродром поэтому сделаны воздушные тормоза для того чтобы делать из хорошего почти планера нормальный самолет с качеством 10 сколько можно трудить давайте уже полетаем наконец-то потому что иначе вам точно надоест этот ролик не забудьте еще будет рассказ сексе андрей как-то сказал что недостатки планиров с посадкой последовательно в том что оказывается в них нельзя ничем заниматься ну с этим я соглашусь но посмотрите как прекрасен с этой точки зрения таурус смотрите друзья это же просто кровать можно сказать ложись и наслаждайся посмотрите какая красота и сейчас на этой штуке я слетаю вы скажете волков что за цирк такой так цирк приехал к нам на аэродром друзья посмотрите цирк приехал аэродром остался все хорошо вы есть лицензия на этот класс летательных аппаратов и эта лицензия дает много свободы вообще класс дает много свободы банально потому что вам не нужно делать массу как-то сирк сертификацион то есть он сертифицирован там все в порядке но этот класс он намного все упрощает то есть вы можете кучу процедур делать самостоятельно вам не нужно каждый год проходить дорогущую тур си за 270 евро слг как в россии вы именно за эту свободу такой планер любят он попал в некий такой популярный список его покупают там не знаю как какой-нибудь немецкий дедушка покупает такой планет для себя для того чтобы спокойно летать еще с кем-то и ну потому что ему там 90 лет и он может любой момент куку сделать воздухе и он на таком плане или спокойно летает он медкомиссию проходит свои 90 лет может ездить на машине может летать на планере берет с собой кому-нибудь помоложе для подстраховки и прекрасно себя при этом чувствует именно вот эта штука делает отпали популярным этот планер именно простота его эксплуатации а как он летает мы сейчас посмотрим пишут что качество него эр динамический 41 брехня конечно но мы сейчас посмотрим в реальности что эта штука может реально как планер потому что пока конечно это просто совершенно идеальная штука для друзья это вот как раз то что нужно для того самого maybe we are going to look if it's ok for you ok so you can a little bit more perfect also if you pull the black ball you can put it correct as you want this is after the two we can now one how to push on it друзья здесь летали маленькие девушки а уже окей как у нас тут все быстро мне даже видите не дают времени понаслаждаться и рассказать вам как тут кайфово что могу сказать пока тари пристегивается посадка обзор конечно ты уже сидишь уже офигеваешь потому что во первых ну так никогда в планере обычно не видишь вот так вот вниз все потому что ты сидишь высоко купол обрез вот этот высокий ну это панорамность некоторая присутствует то есть обзор выше всяческих похвал ну и собственно и в теме также но пока этот максимально что впечатляет и конечно вот это вот эргономика сиденья то есть я сейчас сижу у меня под спиной какая-то там пупочка такая то есть у меня сломанный позвоночник на параплане в 20 лет поэтому я могу оценить что сидеть удобно и много часов сидеть удобно скорее всего тормоза проверяет или вот я брать управление сесть не не буду на взлете потому что это дело ради одного взлета никакого смысла нет рисковать поэтому мы посмотрим как это сделает владелец воздушного судна и капитан как вы видите там компьютер газ все как на тех же синусов вирусах с точки зрения газа вот этот вращающийся штука на динамике такой же был закрылок насколько я понимаю на пятерочка еще стоит что-то мы еще наблюдаем классический там вариометр температуру газов двигателя сколько всего ну главное вот скорость не нравится мне что скорость внизу я бы его сюда поставил но тоже скорость всегда удобно когда на повыше цепляешь взгляд навсегда то есть что мы начинаем с плюс 5 плюс 5 плюс 5 this is not blocked the speed will be 90 when we climb ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну я проверю температуру газового стопа и пенса Также, в доме. Хорошо. Ты готов? Да, я готов! Я поставлю газ. Один, два. Начальник. Мы переходим это для газа. Вы можете услышать газа. И потом мы начнем. У нас, друзья, завращался наш моторчик сзади. Завелся, как вы видите, с первого бразика. Хорошо отрегулированный двухтакник. Заводится прекрасно. Особенно, как эти. Эй! Радио! Я люблю вот так. Не, не, я люблю вот так. Я люблю вот так. У меня много джаза. Угу. Да, давайте. Ну что ж, друзья, будем компенсировать. Мы поехали. Ускорение. Я думаю, что это будет легче. Выканяемся под стриптой камерой. У нас тут у нас есть место. Я заставлю, чтобы не искать. А, мы ее сейчас везут. Мы сзади, мы сзади. Мы сзади. Мы сзади. Мы сзади. Мы сзади. Мы сзади. Сзади. Мы сзади. Скорость. Уборота. Мотовый моторчик остановится. Затам не интересная система. угол атака уменьшил угол толгажа точнее ой итак сейчас двигатель вертикальное положение и уходит назад система полностью автоматическая то есть это конечно удобно потому что любое отвлечение пилота на дверки закрываются все 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 предельно примитивно просто в этом огромный залог успеха друзья потому что любая система которая требует большого внимания пилота это ну проблема потенциальная то есть пилот отвлекается на что-нибудь и дальше может получить проблему о гляньте птичка слева нас нас от нас летает муха с нами тоже летает сейчас мы включим вариометр что могу сказать по ощущениям кабине ну во первых конечно как я уже говорил легендарный обзор просто он фантастический все эти к скалы чувствуешь лицом практически не дай бог конечно вот это конечно впечатляет то есть меня как пилота обзор впечатляет я думаю что на штамме также на штамме к сожалению не летал ни разу но понимаю что это примерно схожие ощущения но в отличие от штамме эта машина но как минимум в обслуживании во много раз меня требовательно в том смысле что денег нужно меньше потому что на том же штамме что одну втулку винта отправить на проверку через какое-то количество часов уже так как самолет это все стоит то здесь тарица меняет двигатель беретом тунь один тунь второй мотор можно легко отремонтировать то есть здесь проблема в чем что 2 так ник у них там 150 часов бывает рим между ремонтами бывает 300 там по-разному но делать это все просто быстро можно сделать очень качественно опять же и идеальное решение в данном случае это запасной двигатель который там в случае там если активно заниматься полетами что-то сломалось мотор перекинул это там очень быстро немного времени занимает и летаешь дальше но сейчас есть прекрасная возможность такой же летательный аппарат имеется с электрическим мотором он тоже взлетает даже еще лучше за счет видимо более там оптимальных режимов работы винта там еще чего-то мощность у нее 40 киловатт двигатель бензиновый на который мы сейчас летали 50 лошадных сил те же 40 киловатт но виден двухтактики вы иногда иногда хорошо работает и тогда хорошо но там допустим жарко и соответственно мощность у него в зависимости от температуры меняется в зависимости от температуры меняется опять же на винт нагрузка и так далее то есть есть нюансы то есть электрический двигатель будет всегда при той же мощности способен вызывать большую скороподъемностью 2000 метров можно набрать ну к слову мы сейчас набрали метров наверно 400 500 и видите спокойно подсоединились к восходящим потока мы уже летаем не расходовали энергию поэтому и с мотором то же самое почему здесь не так критичен этот ресурс мотора да потому что мы его использовали не знаю пять минут не больше пять минут моторесурса и мы вылетаем целый день вот чем в общем то прелесть вот так по скорости как вы видите может планер разогнаться закрыл очки переставлены до 180 кентра в час вполне себе нормально переходит с одной горки на другую мне всегда интересно именно вот этот момент что один одним из недостатков этого планера я всегда считал то что быстро не летает как вы видите шурует он довольно бодренько ну не не 180 наврал 160 он у него 225 километров в час не превышаемая скорость характеристиках 63 километров в час у него минимальная скорость на посадке это ну собственно сваливание скорость естественно заходит чуть быстрее на посадку скорость максимального качества 115 километров в час и максимальное качество он должен развивать сорок один ну вот с этим я всегда буду спорить что как вы видите крыло 15 метрового размаха но при таком миде ли фюзеля же какая бы ни была аэродинамика ну крайне сложно получить качество 41 если извините того же янтаря там она там 40 поэтому с этим я готов спорить в остальном впечатление мои крайне положительные сегодня достаточно турбулентно то есть это северный ветер мистраль и при этом северном метре мистрале я смотрю как 3 пилотирует планер ручка у него видите как положено тремя пальчиками прям вот молодец и видите тоже в шортах как хорошо он все ведет на них стил начинает трястись это было небольшое я это пока как было показано сваливание над скалами друзья как положено как мы здесь любим все хорошо маньяки имеется ввиду друзья что небольшом плане ли вы не сможете взять мам маленький микро поточек это действительно так потому что ну во первых скорость на которой пилотирует тариф 90 километров в час и вот этот планер очень очень маленькие спиральки может описывать то есть действительно о нем кайфово парить ну и конечно вот этот взгляд скалу вот такой вот для меня это реально новое ощущение вентиляция работает прекрасно то есть идет обдув вот так вот передней полусферы вот мне на ноги дует кстати достаточно важно потому что такой фонарь дает огромную инсоляцию мы сейчас как были бы как в парнике если бы не было вот этой вот шикарной вентиляции и прям кайф шорты позволяют сейчас пребывать комфортных условиях то есть идет вентиляция обдув ног и через это отбирается энергия поэтому ой 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 так лихо достаточно тем самым мы охлаждаемся это залог безопасности комфортное состояние в кабине и в этом случае всегда передаю привет тем кто мне пишет что шортах настоящий мужчины мужчины не ходят ходят ведь вот мы вдвоем два пилота на летаем шортах и на мой взгляд возможность ходить в шортах и вообще одеваться как нравится это некая грань развития общества то есть значит цивилизация значит страна доросла до таких высот что она может позволить вау шикарно орлы парят вот мы друзья парим так вместе с орлами ой кайф ставите вы тоже так можете вот такой планер завести себя ну и конечно обзор видите вертикально смотрю мне нет явно своем плане тоже могу так вертикально смотреть но у меня нету такой широты зрения что ли то есть вот этого объема то есть как будто ты сидишь на таком на такой табуретки сидишь посреди мира я как запускается мотор мы вам демонстрируем даже все-таки обзор они просто так вот все это реально меньше 15 вот вы видите друзья как просто запускается и выключается двигателя сейчас повторно мы вам показываем как он убирается есть 32 пропеллер надо у нас если очень не а они надо они 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 Нюансы, да. Друзья, это была маленькая реклама, но она, видимо, абсолютно обоснованная, потому что скорость, на которой ты можешь убрать двигатель, то есть пропеллер именно остановился, перестал вращаться, то есть я понимаю, у меня это там 90 на моем планере тоже, и я не хочу, чтобы это было 80. Всегда комфортнее, когда ты летишь чуть-чуть быстрее, особенно когда ты заглушился. Это крайне хороший, правильный показатель. Друзья, взял управление. Нет, 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 ты контролируешь мою скорость, потому что я летел на первую очередь. Ого, как я разогнался лихо до 120. Ну, пока просто, друзья, непривычно по тангажу. То есть я, честно говоря, привык к своему планеру, поэтому для меня ощущение тангажа этого планера немножко другое. И ручка, конечно, очень легкая. То есть у меня немножечко, если я хочу разогнаться, я чуть больше нагрузочки, наверное, даю. Ну, никаких особенностей. То есть вот в поворотике я стою, вращаются он мягенько. Понятно, что я еще пока только 30 градусов. Я все-таки не маньяк. Хоть видите, как я на своем планере летаю. Но здесь для меня все в новинку, плюс вот это положение сбоку. Поэтому я осторожничаю. Ну, сейчас чуть повеселее давайте. Раз. На 90, как положено. Вот градусов 30, кренчик. Слушайте, ну как лапочка. Ой, птичка. Делаю первый раз спиральку. Ну, не первый раз жизни, а первый раз на планере. Оп. И еще один, который здесь. Это честно, что летать с тобой, Игорь. Это хорошо, что мы летим вместе. Я очень рад. Я тоже. И ты знаешь, я готова, чтобы приехать в Россию. Я открыл в Россию. Моя мама была русская. Моя бабушка была русская. Друзья, с нами иммигрант, который попал после Первой мировой войны. Супер. Она уехала в Россию, когда она была 7 лет. Она уехала в России, когда она была мировой войны. Да. 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 Смотри. А сейчас птичка в передней. В昨天 у нас была замечательная гриба. Да? Да. Ооо. Молик. Так, мы даже сегодня можем, что это было? Да, да. А, вы хотите идти в свете? Нет. Друзья, видите, Терри зажёг авиагоризонт на всякий случай. Видимо рассчитывает, что мы тут полезем в облака, но я не буду нарушать на видео законы визуальных полетов, мы же топим за безопасность. Что я могу сказать, что я вот за 15 минут, за 5 минут, сколько я на нём летаю, там прекрасно освоился с планером, то есть прям всё волшебно. Я сейчас пробую скорость побольше, разогнаться, посмотреть. Разрешённый диапазон, дальше я лезть не хочу, но что, он идёт ровненько, ручка плотненькая, контроль хороший. Я примерно представляю, какая здесь турбулентность идеальная. И, конечно, шумоизоляция прекрасная, то есть обтекание кабины изумительное. То есть, как вы видите, шума реально меньше, чем на моём шлякере. Вот так, что у меня там фонарь в некоторых местах свистит. Здесь ещё очень удачный вот этот колпак. Такой, как это назвать, У-образный уплотнитель, крайне удачный. Поэтому тишина в планере очень тихо. И вот мы в этом пространстве, вот мы перемещаемся, я прошёл вперёд. Вот так, раз. И попробую сейчас, взяли роторочек, попробую этот роторочек крутнуть. Видите, край шаг облачка. Очень мне хочется волну. К сожалению, конечно, нет её сегодня, но... Ну, вот мы достигли края облака. Вот, всё-таки, как вы видите, можно было это сделать. Оп! Так, друзья, мы играемся с облаками. Ой, красота! Контроль Игор! Я знаю, Игор, он ужасный, он идет в зубы! Нет, нет, никогда! 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 Только в Северной Африки! Хорошо. Ну, мы перефекты, только на лимитах зубы. Но на правой стороне он открыл. Так, всё-таки, только здесь. Прекрасно, да? Да! И у нас энергия здесь. Друзья, ну вот такой кайф! Мы парим, рядом с облаками, как вы видите. Вот прекрасные виды нашей планеты, прекрасные облака, причём мы даже уже не над склоном, а в термичке. Но это прогрев какой-то есть, атмосфера нестабильная, поэтому... Нос я опускаю, чтобы в облако не войти. Не было задачи ну вот вы зато посмотрели как. Так как у нас этот планер, как это говорится, для, так сказать, охоты на девушек, то посмотрите, как можно хорошо охотиться. Можно раз, подойти к облаку и сказать, хочешь, я дам тебе потрогать облако? Ну и потом вот так вот делаете, вот так. Вот оно облако, вот его хватит. Оно мокрое, противно, ну как реально мокрое, кстати. Сейчас вот, вот моя лапа снаружи. Во! Я потрогал облако рукой. Терри не хочет нарушать правила визуальных полетов и уходить в облако, абсолютно он прав в этом. Но если ручку сейчас чуть-чуть потянуть, то реально вот его трогаешь. Оп! Видите, вот оно вот. И оно прям чём реально мокрое. О! 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 Сэнки в римач! И что я могу сказать вам, друзья, что редкая девушка устоит перед вот таким вот входом в облако и дать потрогать облако рукой. То есть это вот реально охота на девушек, покатанных в тандеме, приравниваться к браконьерству. Это фраза ещё с моей парапланерной молодости, поэтому, девушки, будьте осторожны. Вот. Такой планер прекрасный для этого. Вот. Поэтому кайф, друзья. Я контролю? Да. Ок. Что я могу вам сказать, что кайф. То есть я беру свои слова обратно относительно того, что этот планер какой-то такой специфичный. Это не совсем планер, потому что вы видите, он летит. Видите, что мы летим вот даже с набором. Мы не снижаемся практически. Ок. Can you put flaps in my next position? Друзья, вот сейчас посмотрите возможность этого планера ходить против ветра. Я разгоняюсь до 160 километров в час. И у нас вот качество на 160 должно быть в районе 30. 30 – это, конечно, немного, но это, опять же, и немало. При этом, с учётом вот скоростей, на которых этот планер летает, минимальных, это очень неплохой диапазон. И вполне возможно на нём летать маршруты. Сейчас бы, конечно, пригодилась бы скорость моего шлякера 200 километров в час. Я бы здесь шёл не 160, а 200. И с учётом того, что ветер сейчас порядка 40 км в час, шёл бы я, конечно, вперёд бодрее и с меньшей потерей высоты. Если я продолжу в таком же темпе, то мы всё-таки 1400 метров в лимит. Я ещё себе могу позволить немножко пройти вперёд. Ещё 68 метров у меня. Снижение сейчас небольшое – 0,6. Я попробую дотянуть. Если что, мы, как говорится, с прямой сядем. А, у нас же есть мотор. Йо. Может быть, мы имеем ротер на фронте? Эльтитют? Нет. Друзья, мы разворачиваемся. Точка принятия решения на разворот, потому что мы низковато. Вот. И вот эта вот разница. Я, наверное, этот прогон вам сделал для того, чтобы вы могли понять, в чём разница между планерами в данном случае. То есть, в данном случае на моём планере с возможностью летать быстро на высоком качестве мы бы поток взяли. То есть, мне бы хватило в этой высоты. А в данном случае мы вот эти 100 метров разницы и, опять же, еженназад возвращаться. То есть, вот это аэродинамическое качество не позволяет решить текущую задачу. Друзья, мы будем заходить на посадку, потому что, с точки зрения меня, я получил всё, что хотел. С точки зрения сегодняшней погоды, ну, всё понятно более-менее и так далее. То есть, у меня сейчас ученики внизу ждут полётов со мной. Поэтому, почему, собственно, и заходим на посадку. Так вот, потому что, если бы мы не хотели приземляться, склон впереди работает. Мы приходим к склону, начинаем выпаривать и повторяем наш процесс, пока не заходим в волну. Ну, кстати, будет красивый заход через север. Это реально круто будет. Я видел, как Терри заходит на Пресевере. Заходит он очень красивый, аккуратно. Мне даже интересно будет посмотреть. Хорошо идёт на очень низкой высоте. Скажем так, я обычно предпочитаю чуть повыше летать. Здесь я предпочитаю побольше скорости, поближе к склону, но повыше. А уже на деревьях после разворота прихожу на минимальной скорости. Это пипистрель идёт. Пипистрель идёт. Вот это вот смелый пипистрелюшка. Смотрите, пеу, пеу. Ну да, пипистрель, конечно, у него отдельная нагрузка достаточно низкая. Куда, 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 ай, ой, 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 ой. Вот это, вот это номер, блин, вездец какой. Ой, пи, хе, 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 это был чудовральный заход. Я бы сейчас, конечно, не использовал скорость 90 и 100 по той простой причине, что присутствует приземный градиент в такую погоду. И я предпочитаю избыточную скорость для того, чтобы просто чувствовать себя более комфортно. Ну, для этого планера, с учётом того, что у него на этом закрылке плюс 5,63 скорость срыва, то скорость 100, она, в общем-то, такая же избыточная, наверное, как на моём планере, там, не знаю, 120-130, на которых я закажу. Ну и подходим к склону. Всё, редкий случай, когда я могу вам просто застрять. Впереди вот эти два из... из виленки две дороги. Ну, сейчас вдоль склончика идём и от склона пойдём через цирк на достаточно короткий заход. Ух, ну да, так. Аккуратно, молодец. Сейчас вот, собственно, четвёртый. Скорость у нас 110, молодец, увеличила так, как надо. Впереди цирк, куча людей. Оп. Ну и вот мы подходим, 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 подходим к планете. Подходим, подходим, подходим. Оп. Ну, прекрасно. Немножко качковатый наш аэродром. Ничего страшного. И вот мы освободили полосу. Я думаю, что даже мы развернёмся. Видите, как можно на пикостиле разворачиваться прям прекрасно. И потом, смотрите, что творится. Раз. Сейчас выпускается двигатель. Чек. Не слишком много. А, не слишком много? Да. Эй-эй-эй! И мы снова самолёт! Ей-эй! Мунифик! Преихий! Друзья, ну вот, смотрите, как всё прекрасно. Оооо! Оооо! Ооо! Спасибо большое. Это ты, ты супер пилот. Не! Не, не, я с тобой. Как говорят, «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Да. Сейчас я вылезу, аккуратно, чтобы ничего не сломать. Самое главное. Спасибо, Игорь. Спасибо большое. Терри, и сколько стоит этот гладер? Вы продали этот гладер? Да, я продал его 100 000 евро с большой трейлером. Это хороший трейлер из Кобра. Вот, друзья, пожалуйста. И новый цена, это около 170 000 евро. Но мой, это лучше. Потому что мы используем хорошую электронику, мы имеем хорошую пропелку. Мой двигатель был ренюзан от Лоравия, и это лучше, чем у него Ротax. И два двигателя? Одна на резерве? Нет, но вы не нужны резерве. Этот двигатель, только 10 часов, и я не могу вибрации. И с новым, иногда, после 10 часов, они имеют проблемы с вибрацией. Потому что это новый, и с новым Ротax, иногда это делает вибрации. И у меня лучше. Да. Лучше, как и у вас. Взлетает эта штука быстро. Вопросов к ней никаких нету. Так вот, летал. Продолжение нашей истории. О том, почему у меня было двоякое отношение к этому планеру. Первый раз я увидел его 10 лет назад в Подмосковье. И его купил человек, который вообще не летал. Не летал ни на чем. И захотел сразу планер. И причем планер захотел именно вот такой. Чтобы можно было сидеть параллельно. На мой вопрос, удивленный, как же так получилось, почему именно так. Он говорит, а потому что я хотел летать и держать свою жену за коленку в полете. Как же так? Ну, говорит, так вот. Такая была мечта. И вот я так сделал. То есть он просто сказал, я хочу такой. И привез его в Москву. Заплатил там достаточно приличные деньги. Покупал абсолютно новый. И на этом же планере его учили летать. Я, как молодой спортсмен, удостоился чести с ним слетать. Так, для подстраховочки. Замечательный был полетик. Мы покрутили какие-то потоки. Но мне было непонятно. То есть я тогда был спортивно ориентирован. Такой, эээ, там типа, будем там побеждать на соревнованиях. Рубиться на чемпионатах России, Европы и так далее. То есть, ну, собственно, и рубился, побеждал. Но, и эту штуку я воспринимал. Думаю, что это за такая хрень пенсионерская вообще? Что это такое вот такое? Вообще, вообще, нужно такое. Мне было удивительно. И я, конечно, был достаточно категоричен во мнении, что это не планера, а какая-то ерунда полная. Потому что, ну, широченный фюзеляж. Невозможность летать очень быстро. То есть мне казалось, что это просто глупость. Ну, а почему бы и нет? Но проблема была, друзья, только в одном. Что жена, когда пилот выучился летать, жена не захотела с ним летать. А летать хотелось. И подарочные полеты всевозможные и так далее и тому подобное. Это все, ну, как вы понимаете, пилота не довело до счастливого брака. Поэтому, да. Опасность в этом, друзья. Почему я говорил, что опасный планер? Вот такой. Можно купить такой планер, начать летать с прекрасными девушками. И все. Будьте осторожны и те, и другие. Что я могу сказать? Что планер такой мне понравился. Вот сейчас, в текущем моем положении пилота, когда я налетался, нагонялся с высокими скоростями, там, наносился по всем этим горам и так далее. Мне хочется каких-то таких других... Почему я очень хотел на нем слетать? Потому что мне хотелось каких-то других ощущений. То есть вот попробовать вот в этом огромном стеклянном кокпите полетать. Вот настоящий планер, который летает очень быстро. Вот машиночка. На нем ребята у нас на гран-при участвовали. Наши юные литовские спортсмены. Красота. И талантливые. Так вот, налетавшись на таких бритвах, хочется чего-то такого, вот такого. То есть спокойный полет, когда ты рядом, когда ты можешь общаться. То есть этот планер для совершенно великолепного общения. И в отличие от штемми, он легкий. То есть эта штука... Крыло весит 40 килограмм. Его легко собирать, его легко хранить. Он хранится в этом трейлере. Есть трейлер с солнечными панелями. Планер, опять же, этот есть версия с электрическим мотором, которого хватает на набор двух километров высоты. И в этом случае вы вообще летаете, не покупая бензин. Вы заряжаете трейлером планера и летаете спокойно с нулевыми затратами. Понятно, что все это в сумме, когда покупать новое, стоит адских денег. Но штемми стоит еще дороже. С точки зрения безопасности, что могу сказать? Мне казалось, опять же, 10 лет назад, что этот планер не очень крепкий. Ну, потому что, сами понимаете, да, сделать такую скорлупочку весом 300 килограмм, уже и с мотором даже, ну, достаточно сложно. Но здесь действительно очень хорошие материалы. То есть здесь углепластик, здесь кевлар. Кевлар в передней кабине, ну, собственно, в кабине, потому что планер при ударе должен брать на себя нагрузку и защищать пилотов. То есть здесь достаточно крепкий нос у него. Вот это все сделано из кевлара. Но зачем, друзья, чтобы это разрушалось правильно, если можно поставить парашют? Как вы сегодня заметили, мы летали без парашюта. То есть я не сидел в парашюте. Для меня это было, опять же, в новинку, я забыл про это сказать. Вот парашютная система, которая спасает весь этот летательный аппарат целиком. То есть не нужно сидеть в индивидуальном парашюте, что, в принципе, удобно. То есть я сидел, у меня спина к подушечкам там. Ну, в общем, действительно, удобно. Ничего не могу сказать. Поэтому такая штука имеет право на жизнь. Вот совершенно точно и безоговорочно я могу сказать, что я получил сегодня удовольствие от полета на этом планере. Этого мне про него больше показывать, рассказывать не нужно. Потому что вот этих там пару спиралей в потоке и так далее, мне налет большой. Я понимаю, что вообще, как, чего. То есть понятно, что эффективность, как работают закрылки, снять эту поляру с него-то поточнее и так далее. Но все это можно будет сделать потом, если вы скажете, что Волков нам интересен этот планер, вот нам прям дико интересно, как, что-нибудь про него еще. Я сниму вам такое обширное, еще дополнительное обзорище. Мы можем полетать на нем маршруты, посмотреть, как на нем маршруты летаются. Потому что единственный недостаток, такой глобальный, который у него есть, это действительно, друзья, качество аэродинамическое на высокой скорости не айс. И то, что мы вот, набрав здесь под кромку облаков, дунули на соседний аэродром и попытались взять, вот он там, вот Эспермонт, попытались взять там, вот он, роторное облако, роторочек, это у нас не получилось. Ну, может, я чуть перестраховался, может быть, нужно было пораньше, подольше посидеть. Ну, я вот, не мой планер, лучше не хулиганить. Вот это аэродинамическое качество не позволяет, допустим, в некоторую погоду вернуться с больших гор, например, на тот же аэродром Венон. У меня есть друг, у которого есть такой планер в Веноне, и он говорит, что он очень много раз возвращался на моторе. Это как кайфово. То есть, там, где можно проскочить на планере с высоким аэродинамическим качеством, он не долетает, и он запускает двигатель и возвращается на моторе. Ну, как бы для планера, вы сомневаетесь, понимаете, да, что это вроде как, ну, не очень хорошо. С другой стороны, ну, запустил мотор, вот, с учетом этих расходов на него двухтактник, простой, спокойный, надежный, достаточно, ну, и никаких проблем. Потом взял вот так вот, топливо заправил, и все. То есть, если не запариваться, что планер всегда должен возвращаться как планер, то вот это вот в один из выходов. Тем более, что, как вы видели, мотор пускается просто пулей. То есть, он 15 секунд, мотор с двухтактник особо прогревать не нужно. Мой банкель требует прогрева минутного. Поэтому, выбор, что меня смущала, прочность, я только что говорил, что достаточно крепкий у него фюзеляж, у него, в конце концов, и парашют-то есть. Перегрузки. Ну, перегрузки он держит больше пяти, у него эксплуатационная, и два с копейками, по-моему, отрицательная. То есть, он, ну, стандартным нормам сертифицирован по перегрузкам. То есть, не то, что у него там такой легенький, хлипненький, у него крылья отпалятся. То, что у него скорость ограничена 100-225 км в час, конечно, это результат того, что крыло все-таки имеет некий ограниченный все-таки запас прочности и жесткости, потому что это флаттерная характеристика, и на моем планере это скорость 275. И, конечно, иметь высокую скорость удобно. Можно давануть, бежать от грозы. Ну, сказать, что это прям вот является таким доминирующим фактором, что, ну, чуть-чуть на этом планере, конечно, нужно поаккуратнее не лезть в такие... Истребители. Наконец-то я их заснял, друзья, впервые в жизни. Истребители. Наконец-то я их заснял, друзья, впервые в жизни. О! И только что мы летали с Терри вот здесь недавно, друзья. Вы видели, да? Вот оно воздушное пространство Французской Республики. В той же зоне, в которой летаем мы на наших планерах, прекрасно летают истребители, и военные, например, не закрыли нам сегодня небо, потому что два миража пройдут тут и пошуржат над нами. Я столько времени хотел заснять их. Вот, представляете, вот снимаю ролик, и сразу увидел, где. Потому что обычно они пью, а потом идет звук. А тут вот так удачно получилось. Хе-хе, какие! Если, друзья, вы спросите, Волков, на чем ты будешь летать через 10 лет, я могу сказать, а почему бы не на этой штуке? Потому что медицинская справка моя пока действует, и я думаю, еще, дай бог, будет долго действовать. Ну, а вдруг, ну, там скажут, что по глазам вы там, по ушам, по, не знаю, чему-то не проходите на боевой большой планер, а на такую штуку проходите. Потому что, повторю, это медицинская справка из водительского удостоверения подходит. И как бы я хотел видеть этот планер, это уже в данном случае компания «Пипестрель» предложение. Если он электрический, то вполне можно поставить туда устройство, которое сможет заряжать аккумулятор. От солнечных панелей, естественно, на крыле. А второй источник очень интересный. Можно выпускать вниз такой воздухозаборник под планером. Пум! Открывается такой вот лючочек. Чунь! И воздух заходит внутрь. И через фюзеляж планера будет просасываться воздух. И будет стоять генератор, импеллер такой, который вырабатывает там 300-400 ватт электроэнергии и заряжает аккумулятор. И тогда вообще прелесть в том, что вы взлетели на электротяге. Дальше, пока вы работаете в потоке, открываете эту шторку, планеру добавочное сопротивление на низкой скорости в потоке сильно не повредит. Но будет набирать не 2 метра в секунду, а 1,80 метра. Ну, чуть дольше в потоке постоите. Но зато за это время можно зарядить аккумулятор базовый и иметь возможность сделать еще старт. Или в нужном, сложном месте взять немножечко, набрать высоту. То есть для меня это было бы дико интересно, потому что это дополнительная возможность. Вот это вот волшебная идея, иметь возможность запасти энергию не только в потенциальной энергии высоты, за счет этого планера летает, а еще в аккумуляторах, например. Просто красиво. И это дополнительный такой элемент, которым можно играться. То есть мы же все играем в небесные шахматы. Это так у тебя в шахматах еще какая-то вот возможность. И мне кажется, что это большой класс, возможно, будущем планиров. Ну, он сейчас уже есть. И гладь, планира, которые ставится батарейкой и считают не только... Ну, учитывается расход энергии. Ты можешь потратить столько-то энергии за полет, а дальше там штрафные баллы. А если меньше потратишь, может быть, даже не штрафы, а подарочные баллы. Это дико интересно. И я думаю, что в этом будущее. Поэтому я себя вижу через 10 лет, у которого есть такая штука, на которой он катает пассажиров, не используя ни капли бензина. То есть я, естественно, построю трейлер полностью с солнечными батареями. Я постараюсь, чтобы как можно больше было на планере. И да, это игра с природой. Игра с природой в небесные шахматы. Вот такие, друзья, шикарные перспективы у нас в будущем. Я надеюсь, все мечты сбудутся. Я отправляюсь летать на нашей принцессе с учениками. Хочу взять все-таки вот эту вот прекрасную волну, которую мы сейчас не взяли. Обязательно пишите, что вам снять в следующих роликах. Какие обзоры вы хотите. Что про этот планер еще не успел рассказать. Изосим. Погода бомба. Контент огонь. До новых встреч, друзья. Бегегей. Друзья, посмотрите, как живут те, кто владеет вот таким вот планером пипистрель. Еще вот там стоит вертолетик Ранобот. Собственно, вот можно купить, продать квартиру, купить две вещи. Выкупить дом на колесах. Посмотрите, какая машинка прекрасная. Вот, пожалуйста, кроватки две. Холодильничек. Все. О, да. Для передвижения. Ну, надо мы... Это лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...